Проблема возникла еще 9 февраля. У нас сгорел лифт и вот оттуда с тех пор и началось. Лифт не работает, люди вынуждены ходить пешком. Это девятиэтажный дом и все это не так легко дается. Очень большой процент жильцов пожилых с детьми и даже инвалидов. Потому это очень проблематично. Если вот нас включили сейчас в программу, значит, вот если по хронологии, то нас в июне включили в программу помощи УСББ. Если сравнить с другими домами, которые включены в эту программу, то там лифты все-таки работают и люди пользуются. Там процедура, бюрокритическая процедура идет и лифты, значит, ну все готовится вот к ремонту. А у нас-то люди лишены возможности пользоваться лифтами и постоянно ходят пешком. То есть у нас коренные отличия от тех людей и потому, я думаю, что люди собрались с тем, чтобы как-то повлиять на эту вот ситуацию. Нас включили на семнадцатый год программу помощи УСББ, по которой, значит, 97% стоимости лифтов компенсируется бюджетом и 3% жильцы собирают деньги. Мы не были планово включены, мы уже как бы в аварийном порядке включены были в это. То есть там свои были задержки, не было решения, значит, как включить, потому что по положению финансирования, значит, банк не может выделять, не банк, а казначейство, не может средства выделять на те, значит, то есть должны были быть найдены виновники происшедшего и с них взысканы средства. Но поскольку полиция так не может найти, вот, то нужно было какое-то гарантийное письмо, как-то искать решение. В конце концов полиция дала такое гарантийное письмо, что в случае, если будут выявлены виновники этого происшествия, значит, средства будут возмещены в бюджет. Вот, и тогда вот пошло уже, значит, было решение горосполкома о включении этого лифта в программу. Да, мы включены в программу, но вот выделение денег будет в конце августа только. И вот после выделения денег, опять же, какое-то время пройдет, когда все это сдвинется с мертвой точки. Вот, кроме того, мы идем сейчас в общей очереди. Я еще раз повторяю, те, кто в этой очереди, они пользуются лифтами, да, они в плохом состоянии, но тем не менее они пользуются. Мы лишены этой возможности. Потому мы бы хотели, чтобы по нас было принято экстренное решение, если можно так сказать, чтобы вот фирма, которая занимается ремонтом, обслуживанием лифтов в Южном, значит, они уже давно говорили о том, что есть такой лифт, который они могут поставить хоть завтра, если будет гарантийное письмо на оплату этого лифта. Но, естественно, никто не может гарантировать оплату, пока не будет решения сессии и так далее. Вот, ну, вроде бы, есть уже решение сессии и включений. Может быть, сейчас можно уже дать такое гарантийное письмо, чтобы нас включили в первую очередь. Потому что, если мы опять же в очереди будем, это все распыление средств, времени и так далее. А какова предварительная стоимость? 570 тысяч. 569 тысяч, там, скорее. Ну, вам все равно нужно, да, там, 3%? Да, да, да. Ну, жильцы уже собрали эти 3%, это все есть. С этим проблем нет. Вот, но... Да, было решение собрания в СМД о том, чтобы собирать средства со всего дома. То есть, даже высказали люди такое мнение, что с любым из наших подъездов может такое случиться. И мы должны будем поддерживать, мы должны оказать поддержку этому подъезду, который пострадал. И потому собирали деньги всем, всеми подъездами, все 7 подъездов собирали эти деньги. Переговоры, собственно, ведутся постоянно. Я постоянно того же, ту же компанию, апогей, постоянно тормошу, что вот давайте же как-то. Ну, вот он говорит, ну, что же я могу сделать, мне вот, я ничего не могу. Вот, собственно, апогей привлекал экспертов, которые проводили экспертизу. Нужно было еще установить, лифт сгорел по неполадке, внутренней неполадке или из-за поджога. Вот, то есть, да, было выявлено, что это был поджог и как именно это произошло. Все было выявлено вплоть до поминутно, значит, как это все происходило. Вот, то есть, апогей, вот эта фирма непосредственно принимает участие. Значит, постоянно я работаю с нашим финансовым отделом горосполкома, сейчас, ну, вот с начальником финансового отдела, с самим отделом, ну, в общем, но есть бюрократическая процедура, которую они перепрыгнуть не могут. Вот потому люди и собрались именно к мэру, который может быть, может как-то вот принять на себя ответственность и вот эту вот процедуру как-то изменить. Сколько еще ждать? Это вообще невозможно. Вот на седьмом она вообще не выходит. Цвета вон тоже. Еще спуститься можно. Как она может подняться с палочкой? Ну, я практически раз в неделю. А здесь, как часто ходите? Раз в неделю. По такой жаре даже нельзя выйти на свой воздух. Да, и то и пакеты за ступеньки на ступеньку. А, да, еще 3 килограмма, если купила, и ставлю на каждую ступеньку. Потому что, ну, такое это, да. Они ждут сессии, от сессии до сессии. Мы никуда не обращались, честно сказать, это все, надеялись на председателя, там, это самое. А теперь уже, вот. Просто говорили, что следствие идет. Да, что следствие, нам говорили, что следствие идет, и это самое, да. И сегодня вы пришли, вот с какими, может, требованиями, чтобы лифт сделать? Чтобы лифт сделали. Да, чтобы лифт сделали. Чтобы лифт сделали, потому что сил нет. Я и по всем квартирам ходила. Вот, вот девочка в красном платье, это она уже, это моя, она начала уже, потом говорит, мама, вот вам. Я уже ходила по этажам, всех людей приглашала, чтобы сделать, да. И вот женщина, тоже, она ниже, она тоже, вот, несколько не ходит. И вот муж их не вообще, я не знаю, куда. Верим, будем надеяться, будем надеяться. Будем надеяться. Как будете это время обходиться? Ну как, вот так, как обходились полгода, вот так мучились, и все. Для моей семьи очень проблематично. У нас маленький ребенок, малыш, внучка, который таскать на шестой этаж, муж после травмы серьезно. Очень тяжело на шестой этаж поднимать коляску ребенка, и мужу тяжело подниматься, и мне тяжело подниматься, мы тоже уже не молодые. Ну, речь не только обо мне, речь ведь о всем доме. В лишний раз ребенка поднимать не будешь. Естественно, сказала. Нет, ну, в принципе, вам уже все это рассказали. Просто это уже полгода, и это много. Мы обращались к нашему ОСМД, начальнику, да. Он нам рассказывал, что все отлично, вопрос решается. Ну, видите, он решается очень долго, поэтому мы собрались, все пришли сюда. Видите, выяснилось, что у нас еще нет пакета документов необходимых. Поэтому на сессию нужно подготовить документы и прочее, да. Ну, подключить, конечно, вот руководство, чтобы они взяли это на контроль и как-то приблизили. Мы же не можем действительно всю жизнь сидеть без лица. Наверное, удовлетворены, потому что нам другого ничего не предложили. Наверное, как-то лучше медленно, но лучше куда-то двигаться, чем вообще, собственно говоря. Получается, что мы были предоставлены сами себе, и вопросы не решал никто. Это неординарный случай. Это возбуждено уголовное дело. Нам никто не разрешал приступать к этому лифту, пока не закроется уголовное дело. Поэтому сейчас как-то полиция нам месяца два назад чуть меньше дала разрешение, и мы только тогда приступили к решению данного вопроса. Сейчас на сессии мы выделяем день, и день, и немало. И проходим сейчас экспертизу, и в сентябре месяце будем стараться в сентябре месяце этот вопрос закрыть, потому что действительно это затянулось на многие месяцы. Это отдельная программа, это отдельное решение, потому что не всегда поджигают лифты, скажем так, в нашем городе. Поэтому решить данный вопрос надо, и мы говорим, что не СМД должно выделять деньги, а СМД должно выделить, по-моему, 3% всего, а все остальное выделяет с бюджета города на ремонт данного лифта. Они будут вне очереди, первый лифт. Как только будет экспертиза и будут выделены деньги, сразу они приступают к ремонту данного лифта. Это будет первый лифт, который они приступают к ремонту. В июне месяце, знаете, вообще такое стечение обстоятельств, 10 июня у нас в государстве был принят целый пакет изменений в документацию, касающуюся капитального ремонта и строительства. Процедуру сделали в разы сложнее. То, что у нас было, мы всегда говорили, что у нас бюрократически все непросто решается. Вот так вот решением Кабинета министров с подачей Минрегиона у нас усложнилось прохождение всех экспертиз метных, экспертиз проектных и так далее. То есть их сейчас вывели в другие категории, все стало гораздо сложнее и труднее. И главное, что первый месяц даже никто вообще не брался ни за какие документы, потому что даже не было порядка нормального разъяснения, как же дальше делать. У нас очень многие объекты строительные в городе, из-за этого сегодня мы испытываем проблемы. Вот точно так же, как мы какие-то плановые ремонты бы уже делали, а мы теперь вот делаем в виде аварийных, потому что планово не получается, мы не в состоянии сделать документы, их невозможно сделать сегодня. А вот сейчас только с августа месяца наконец-то начинается, уже получили все разъяснения, начинается работа. Она, во-первых, подорожала. То есть теперь за то, что мы раньше платили из бюджета за какую-то экспертизу 10-15 тысяч, сейчас мы будем платить 100. Видите, как бы разница. То есть это деньги, которые будут уходить проектным организациям. То есть это будет, ну это формализм на самом деле. Такая бюрократический формализм, давайте все укрупним, усложним, будем по наследкам, то есть по последствиям влияний того или иного объекта на окружение и на людей, которые там находятся. То есть все усложнилось и стало очень дорого. То есть, ну, наверное, от этого выиграли ряд организаций, которые занимаются проектированием. Для них это, наверное, теперь хорошая возможность зарабатывать деньги. Для нас, для бюджета, это теперь мы в год будем просто тратить, наверное, на несколько миллионов больше, только на оплату проектных работ и экспертиз, всевозможных, к сожалению. И вот теперь мы только сейчас по этому дому, почему я сказал, была проблема в июне, помимо законодательства, просто все стопорнулось. Для того, чтобы его профинансировать, у нас есть программа поддержки ОСМД. Все дома у нас эти, ОСМД. Мы по программе 97 на 3, то есть 97% бюджет, 3% жителей. Всего лишь там сделали софинансирование. Уже закон требует софинансирования. Без софинансирования вообще нельзя сегодня. И ОСМД должно подготовить пакет документов. Учитывая эту ситуацию с экспертизой, нормальный пакет документов сегодня, еще и сегодня его нет. Когда я понимаю, как жителям тяжело. Это трудно, я представляю, ощущение, кто там 8-9 этаж, и вот это сколько месяцев уже длится. Но, к сожалению, вот только мы сегодня выходим на то, чтобы можно было сделать документацию. Вот сейчас за август будет срочно она изготовлена. Экспертное заключение, потом будет экспертиза сметы. И у нас сессия 31 августа. Мы уже любыми путями, превышая, скажем, уже где-то возможные сроки, сделаем это все-таки быстрее будем делать. Для того, чтобы мы в августе выделили эти средства, там большая сумма, это 570 тысяч, больше, чем полмиллиона. Потому что там нужно капитально все менять. И тогда, как только будут выделены деньги, проектная организация, мы сейчас уже просим ее, организация подрядчика, которая обслуживает лифты в городе, чтобы они уже заказывали туда необходимый материал пока, под наше честное слово, что эти деньги мы выделим 31 августа, чтобы они в сентябре могли приступить там к работе. Потому что, опять-таки, заключение договора, опять казначейство, прошедшие процедуры, ну, это еще 2-3 недели. Поэтому мы в сентябре хотим начать работать, это к 15 тому. Работы такие обычно порядка трех недель занимают. Это вот объективный разговор с подрядными организациями, которые такие работы делают. Поэтому я вот даже сегодня, у нас вот начало августа, да, сейчас, мы честно, да, мы должны признать, что эти работы будут закончены, ну, в начале октября. Вот это время еще уйдет, потому что сейчас уйдет у нас еще 3 недели на подготовку документации, 31-го выделения средств, в первых числах сентября заключение договора, в середине уже приступят к работам, ну, 2-3 недели мы поменяем там лифт, надеюсь, эта проблема снимется. И мне просто очень жаль, потому что мы здесь все, как бы вот, сегодня беспомощны в этой ситуации, потому что большие средства, очень строго контролируются, бюджетные деньги, под каждый запад финансов нужно подложить вот стопку папки документов, подтверждающих, которые сегодня, вот в данном случае, по этому объекту, сегодня их, ну, де-факто их нет. Вот только сегодня можно будет этим, наконец-то, заняться, вот только в август у нас уже сняло это напряжение. Весь июль фактически все экспертизы стоят. Субтитры сделал DimaTorzok